МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Майданов в Беларуси не будет. В приоритете застаются стабильность и парадок в Украине. Пытания держбезпеки сегодня обмерковали у Палаца незалежности. Александр Лукашенко принял с докладом старшиню КДБ Валерия Вакульчика. Президент нагадал, за все до Беларуси делили и начастки, долучали до разных территорий. И этого больше допустить ни в яким разе нельга. Важно заховать суверенную и незалежную державу. Сегодня у нас есть такая макшимость. Державная безопасность – основа основ. Президент выказал себя метафорично. Мы ведаем, откуда ветры дзьмыть на беларускую землю и научились с ними смагаться. Абсолютно знаем эти цели, которые преследуют тут отдельные ветродуи. Эти цели нам ясны. Устроить нам майданчик в преддверии президентских выборов или в день президентских выборов. Ну как получится у них. Так они планировали. Хочу на этой встрече вас предупредить и всех, кто нас услышит. Всех этих майданутых хочу предупредить, что майдана в Беларуси не будет. Мы никогда не допустим дестабилизации обстановки в нашей стране. Мы никому не будем закрывать рот. Пожалуйста, определены места в Минске и во всех городах и в деревнях, точки, где можно вести дискуссию. По-моему, в Минске это шесть точек. Наше дело – контроль, чтобы вы не вышли за рамки. Шесть точек в Минске. Иди дебатируй. Но Комитет госбезопасности вместе с милицией ни в коем не должны допустить нарушения закона. Президент особливо подкреслил, что усё повинно быть справедливо, сумленно и безхлусни. Задача улады – забеспечить захование законности Украине. Сегодня в Гомельском районе урожисты открыли яше один ясли сад. Приемная падея отбылась на территории Чонковского сельского выконавшего комитета. Это вельми необходный для населенного пункта социальный объект. Колькость неполнолетних, которые тут проживают, постоянно повеличивается. При том, что на наступный год у Чонках заплановано возведение нового микрорайона. Удельниками сегодняшних урочистостей стали наши корреспонденты. В уголе ясли сад у Чонках был и ранее. Але его проектная магутность на 64 месяца проблему не выращала. Кожную ранницу батьки были вымушены вести детей у дошкольной установы Гомеля. И хоть до границы города усяго три километры, незручностя у такие штадионные поездки створали шмат. Новый сад, очень все новое, красивое. Мы в Чонковский сад старый ходили, первая дочка, а сейчас сын пойдет в новый. Мы попали, очень рады, рядом с домом. Хорошее место, сосны, природа. Рашение об реконструкции спального корпуса оздоровленшего лагера Чонковский бор под бутынок детяшого сада было пронятое у 2018-м. На реализацию проекта накеровали каля 1 миллиона 500 тысяч рублей. Новый детячий сад, отпавядая усім потребованиям безпеки, оснащенный самым сушасным обсталяванием и сродками навучания. Усе запланованные работы будовники выконали за 9 месяцев. З уликом усяго, что необходимо было зарабить, это степлые термины. Фактически было переделано все. Остался лишь каркас, несущие стены. От кровли, инженерной инфраструктуры, внутренней отделки и внешних убранств было все переделано. Подчас урочистого открытия от имя Гомельского облвыконкама установе уручается сертификат на набытье аутобусе. Не дезверо сня, будя организованный централизованный подвоз детей у сад Ясли. Новая установа уже отрмала свое властное имя – Веселка-Град. У недалекой перспективе и он саправды станет дитяшим городком, бо по сутности будынок, який открылся зараз, – только первая черга. На наступный год запланована реконструкция еще двух будынков оздоровленшего лагера, что дозволить поверить, сколько мест в новой установе, а маль до 200. Это полностью задоволить потребы местового насельництва. В течение недели мы доукомплектуем штат, и со следующей недели уже наши детки приходят на игровую площадку вместе с мамами, привыкают к детскому саду, проходят адаптационный период, и мы их принимаем, зачисляем, как наших воспитанников. Олег Синьцюров, Миколай Скинсиан, Яугин Макеенко, телерадо и компания «Гомель». После открытия Яслисада у поселка Учонки старшиня облывыконка Магина Целовей отказал на питание журналистов. У приватности керавник региона протягнул тему будовництва социально-значных объектов. В текущем году мы около 12 таких объектов введем. Это немаленький объем, я вам скажу, особенно для социальной сферы, это такой глобальный, конечно, это строительство школы в 21 микрорайоне. Мы ее однозначно в текущем году планируем. Я уже не говорю, что мы откроем и такие объекты, как и спортивные сферы, это в частности строительство идет, реконструкция наших двух бассейнов. Мы планируем в июле и в августе открыть. И, конечно, рассматривая вопрос о целом «Гомеле», конечно, это открытие поликлиники, которую мы планируем открыть в конце июля месяца. И еще одно питание течется ситуации вокруг Мазырского центра для инвалидов «Веселка». Мясовые улады приняли решение о переводе ягоноведовольников в инший будинок, с чем незгодные батьки молодых людей с обмежованными физичными махчимостями. Мы эту тему обсуждали, сейчас он находится на контроле у меня. Я на текущей неделе, как только все будут материалы и аспекты отработаны, мы встретимся с родителями и обсудим. Однозначно то, что «Радуга» будет в своем направлении так работать, все это мы обсудим с родителями и дадим все ответы на данные вопросы, процессы встречи в Мазыре. Тема, якая сегодня хвалюю каждого – профилактика и лечение хворых на коронавирус. В последний час в этом накерунке сделано шмат, что позволяет оперативно реагировать на любую ситуацию. Профилактика – это не только со стороны медицинских работников, но и нас с вами. Мы сегодня должны обезопасить себя и соблюдать везде эпидемный режим. Что касается самой диагностики, мы акцентируем на это внимание. Вы сами знаете, что у нас в области буквально два с половиной месяца назад было только две лаборатории, сегодня девять. И мы, если раньше проводили 50 исследований, то сейчас 1820. И то, что сегодня мы обеспечены полностью тестами для ПЦРа, сегодняшний день 15 тысяч у нас есть тестов. Практически они колеблются. Даже за вчерашний день мы 557 их для себя доставлено было с Минска. Что касается целой сферы здравоохранения, наши медики активно работают в этом направлении и справляют свои задачи. Но самое главное, чтобы им не мешали. Завершение сяубы и харчовой обеспеки – еще одна тема, якая хвалюю журналистов. Янать соловей не утоивая. У некоторых районах были недопросовки, але у целых ничего надзвичайного не сдарилось. В текущем году мы увидели, что есть у нас ветряные буры. И очень сильно нас повлияло, конечно, это заморские весенние. В текущем году мы 21 тысячу гектар были подвержены гибели. Мы активно сейчас пересеваем. Все посевы зимы, это 3,5 тысячи, мы их убираем на корм, сложим, корма заготовим. И, конечно, пересеем однолетними. Чистские работы наши завершаются. И наши дружники села справляются с зимой. Что касается основной фазы, посевную мы ее завершили. Но приступаем сейчас, конечно, к заготовке кормов. Наша задача – заготовить не менее 10 центнеров кормов. Конечно, мы ставим задачу с наших травяных. И, конечно, расширение посевов трав многолетних, в первую очередь, слицерных, бобовых, для того, чтобы обеспечить дешевым белком нашего животноводства. Протягиваем выпуск. Кожное дитя мает право на счастливое детинство. Клопот батьков и утульный дом. Так, сегодня, в Международный день обороны детей, на веселье святковали Наталья Радченко и шесть ее маленьких выхованцев. Новый дом семьи Ноготыпу разместился на улице Хуторской в советском районе Гомеля. У гости завитала Ганна Корольчук. У нас в комнате стоит три шкафа. Один платиной, два с вещами. И еще один стоит, в котором книжки стоят и кубки будут по карате. Можно во двор выйти, поиграть, на велосипедах кататься, в обычной же квартире. Так нельзя. Марина – первая приемная дочка Натальи Радченко и самая старейшая из всех детей. Девчонцы 12 годов. Она любит спорт и займается карате. А еще допомагает маме доглядать за молодшими. Зараз в новом доме живут шестеро детей. Две девчонки и четыре хлопчики, два с яких близняты. Все лето у семью приймут еще троих. В новом доме достатковое место для всех. До того же Наталья Радченко мает богатый опыт в выховании. Женщина вырастила троих уластных детей и мает четырехгодовый стаж работы с приемными. Мы все делаем вместе. Дети одни одно, другие другое. Все помогаем друг другу. Готовят все вместе. Поэтому все получается чудесно. Они все один на одного смотрят и потом повторяют новые за вот этими старыми. И они как-то вливаются. И все. Очень хороший такой коллективчик подобрался. Удачные дети. Вообще замечательно просто. Но они дружные дети. Вечером мы собираемся, любим играть в игру. Или за столом сядем. Вечером поговорим, кто что, у кого какие дела, новости, у кого какие проблемы. Просторный дом обсталеван и всем необходимым. От бытовой техники до мебли. Допомогали в оснащении предприемств и советского района. До свято гости так само привезли шмат подарунков для детей. Цацкий, спортивный инвентар и присмаки. На первые дни новоселья у дворы дома пройшел субботник, подчас якого супрацовники администрации советского района и организации «Беларусь» высадили больше за 30 плодово-ягодных древ и декоративных кустов, а так само усталевали гульнявую пляцовку. Дети разом с Натальей Побыч разбили невеликий огород и доглядают за рослинами. Открытие сегодня дома семейного типа является реализацией государственной социальной политики и поддержки детей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, оставшихся без попечения родителей. Дети получают возможность воспитываться не просто в доме, а еще в семье, где их всегда поймут, обогреют. Створение домов семейного типа допомагает детям-сиротам адаптоваться в громадстве и рыхтует их до дорослого самостоянного життя. Новый дом стал другим по лику в советском районе и семим в Гомеле. Ганна Кральчук, Павел Антонов, телерадио-компания «Гомель». 85 хлопчиков и девчонок, которые живут в Аулуковской допоможной школе-интернате, сегодня сустракали гостей. На годы – Международный день обороны детей. На жале за пандемией свято пройшло дистанционно, выхованцы назирали за мероприемством звукнов, але для них это усердно было у радость. Марина Джалая протягнет. Повеншевать детей со святом проехали представники червоных окрыжей и следших окомитета. У подарунок спортивный инвентар, солодкость и представление от театра «Ляляк». Мальвинов, Рокенбок и иншие персонажи узняли на строй и отправились разом с выхованцами школы-интерната указочное подорожжа. Управление Следственного комитета Республики Беларусь по Гомельской области уже второй год принимает участие в благотворительной акции, посвященной Международному дню защиты детей. На этот раз порадовать детей, которые остались без внимания, родителей мы решили с общественным объединением «Красный крест». В первую очередь хотелось поддержать тех детей, которые оказались в сложной жизненной ситуации и подарить им какие-то мимолетные радости в их жизни. «Червоный крыж» не только упирает пандемии, но и эпидемично спокойный час, допомагая тем, кто наибольший чекает уваги и имеет потребу хлопоти. Дети, которые остались без родителей – самая удержанная и чуливая аудитория. Хлопчики и девочки из Улоковской школы-интерната литерально ловят кожное доброе слово и адресованную им усмешку. «Сегодня мы подготовили сладкие подарки, мини-представления с соблюдением мер дистанцирования, чтобы ни в коем случае не побеспокоить детей и принести им частичку радости в этот день». «Конечно, мы не очень можем проводить массовые мероприятия, и количество детей и гостей в нашу школу снизилось. Конечно же, мы не можем, чтобы к нам приходили просто люди в свободном доступе. Это связано с определенным дистанцированием, и мы должны и просто обязаны сохранить здоровье детей. И поэтому, конечно же, мы очень благодарны областной организации Красного Креста и Следственному комитету, который в День защиты детей организовывает для нас вот такую акцию». В Улоковской допоможной школе-интернате зараз вучатся 128 детей. 85 из них – сироты. Те, кто мои семьи отправились на каникулы до дому. Остатнее проведут лето в интернате. Марина Джала, Александр Харлампов, телерадиокомпания «Гомель», Гомельский район. До Международного дня обороны детей сегодня долучились и волонтеры клуба «Открытое сердце» акционерного товариства «Гомсельмаш». На протягу дня они наведали семь неполнолетних, которые редко покидают стены своих квартир. С волонтерами и их подопечными сострелись наши корреспонденты. 9 червня волонтерскому клубу «Открытое сердце» исполнится 18 годов. Сегодня наличное колесо меди 10 человек. Такая колькость дает махчимость не только охопить увагой детей, которым нужна помощь, но и организовать мероприемства на высоком узровне. Наверное, сложно описать словами тот момент, когда ты видишь глаза ребенка и исполняется его заветная мечта. К нам обращаются родители детей с особенностями развития, которые не могут посещать наши мероприятия, и хочется сделать для них небольшой праздник. Мы хотим сказать слова благодарности предприятию, просоюзному комитету нашего завода, футбольному клубу «Гомель» и всем небезразличным людям, которые помогают исполнить мечту ребенка. Со своими подопечными волонтеры сустракаются постоянно. Правда, в связи с эпидемичной ситуацией зараз массовые мероприемства не проводятся. С днем обороны детей кожного веншуют дома. Восьмигодовый Владислав два года тому отримал тяжкую травму на тренировце у спортивной секции. Зараз он проходит курс реабилитации, а ли с дому по куль не выходит. Хлопчик цікавится космосом и ведет, напевно, все, что на эту тему можно найти в интернете. У подарунок от волонтеров – телескоп. Повиншовать хлопчика по яшедным адресе волонтеры Гомсельмаша запросили капитана футбольного клуба «Гомель» Руслана Юдянкова. Спортсмен пришел разом с трехгадовым сыном Ляоном. Мы решили командой собраться и подарить ребенку мяч. Здесь автографы всех футболистов. Я думаю, мы сделаем ему приятно тем самым. Обтым, якими будут подарунки, волонтеры детей не попередживают. Это сюрприз. Десятигодовый Арсений – болельщик футбольного клуба «Гомель». А тюль из-за прошения до удела у мероприемствия его капитана. От волонтеров – настольная гульня хоккей. Первый матч проходит сразу после урочения. Арсений выиграет его с сухим ликом. Александр Лупиненко, Яуген Макеенко, телерадио «Гомель». Конструктивный диалог онлайн. Такий способ отзнашить Международный день обороны детей выбрали у Гомельским областным Палаце творчества детей и молодых. Сегодня установа организовала две онлайн-сустречи школьников Гомельской области и их ровесников с соседних регионов – Черниговщины и Браншины. Разом с педагогами молодь обмерковала шерох найденных пытанев. Пандемия створает перешкоды для того, как творческие и активные подлетки трех краин сустрелись в живую. Тому в першиню диалог ладили в режиме онлайн. Головная тема – супрацовнество молодей Гомельщины с украинскими и российскими соседями. Разглядались перспективные проекты в рамках дальнейшего взаимодействия. Мероприятия подобного плана, безусловно, имеют огромную важность, так как нашим опытом необходимо делиться друг с другом. Я принимаю участие в подобном впервые, но уверена, что на этом работа не окончена, и мы будем реализовывать предложенные друг другом проекты, и все, конечно, пойдет на благо нашей Гомельщины. Супрацовнество Гомельского областного палаца творчества с шарниговскими и брандскими коллегами имеет богатую историю. Кураторы мероприемства выполнены, традиция должна протягиваться. Пандемия не может перешкодить сябровство добрых соседей. На самом деле, инициатива проведения подобных встреч начинается с 60-х годов, и как раз-таки она принадлежала Гомельскому областному дворцу пионеров и школьников имени Ленина. И поэтому сегодня мы уже в новых реалиях, в новых форматах возрождаем эти встречи. Пусть онлайн, но надеемся, что скоро и вживую мы встретимся со сверстниками. Другого червяня отбудется промая телефонная линия у областной Держаутоинспекции. На пытание по номеру 50 55 48 откажет начальник управления ДАИ и Управления внутренних справ Гомельского облаконкама подполковник милиции Андрей Миколаевич Гаркуша. Час работы промой линии с 11 до 13 годин. Календарное лето в Беларуси распочалося не летним надворьем, але на гэтым тыдне потеплее. До выходных поветро прогреется до плюс 25. По коль же краина под уладой прохолодной поветренной массы. До субботы в нашем регионе чекаются дожжи, на вольнице порывистый ветер. Температура поветра складе плюс 8-10 градусов в ночи и от 13 до 18 в день. Гэты и иншая новинная информация о проектах телерадо-компании Угомель вы можете знайсти на нашем сайте, у интернете по адресе www.tvrgomel.by. На гэтым выпуск завершенный. Всего доброго и до встречи у эфира. Эфир телеканала «Белару-4» продолжает де-факто. В студии Руслан Габрилев. Здравствуйте. Гомельский областной суд вынес приговор по громкому преступлению, совершенному в октябре прошлого года в городском поселке Азаричи Калинковического района. В своем доме была убита 42-летняя супруга местного священника. Сначала по подозрению в убийстве задержали мужа 47-летнего отца Георгия. Но вскоре от сотрудников Госкомитета судебных экспертиз поступила информация о совпадении обнаруженного следа ладони со следами уроженца деревни Визавица. На следующий день молодой человек был задержан. Он, как наемный работник, участвовал в строительстве храма и накануне убийства употреблял спиртное. Позже он решил угнать автомобиль, чтобы съездить и помириться со своей девушкой, но на шум вышла матушка. Совершив жестокое убийство, парень в течение ночи ездил по окрестностям, а под утро, оказавшись в деревне Визавица, совершил ДТП. Бросив машину, он на украденные деньги купил несколько бутылок водки, которые распил вместе с отцом. Обвиняемый молодой человек, 1996 года рождения, уроженец Калинковического района, ранее неоднократно привлекавшийся к административной ответственности и дважды судимый. Это за совершение кражи и хулиганства в обоих случаях к наказанию в виде штрафа. При этом по последнему приговору наказание им не отбыто. Фигуранту предъявлено обвинение в совершении трех преступлений. Это угон, совершенный с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, а также с угрозой применения такого насилия. Это разбой, сопряженный с причинением тяжкого телесного повреждения, совершенный повторно, а также убийство, сопряженное с разбоем и совершенное с особой жестокостью. Стороной государственного обвинения предложено суду назначить наказание обвиняемому в виде 25 лет лишения свободы в исправительной колонии в условиях усиленного режима со штрафом в размере 50 базовых величин, а также штраф в размере 1139 рублей. Подсудимый частично признал вину. Решением коллегии Гомельского областного суда признан виновным в угоне, разбойном нападении и умышленном убийстве. И окончательно Морозов по совокупности приговор назначит наказание в виде лишения свободы сроком на 24 года с обыванием в исправительной колонии в условиях усиленного режима со штрафом в размере 50 базовых величин в сумме 1350 рублей и штраф в сумме 1139 рублей. Пока приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в апелляционном порядке. Дорожная обстановка в прошедшие выходные была относительно спокойная. Сводка ГАИ не зарегистрирована ни одного серьезного ДТП. Тем не менее, не обошлось без мелких аварий. В воскресенье около 9.30 вечера на перекрестке в районе Прутковского рынка два автомобиля не поделили дорогу. После столкновения один из них вылетел на тротуар и повредил ограждение. По сведениям ГАИ, за медицинской помощью никто не обращался. Причины и обстоятельства аварии выясняются. Жителю Рогачевского района посчастливилось остаться в живых только благодаря оперативности спасателей. Утром в пятницу поступило сообщение о возгорании многоэтажки в агрогородке Тихиничьи. По прибытию спасателей к месту вызова из квартиры на первом этаже шел едкий дым. В ходе проведения разведки работниками МЧС в горящей комнате был обнаружен и спасен хозяин квартиры, 54-летний мужчина, который был выведен на свежий воздух и передан скорой медицинской помощи. Пожар локализован и ликвидирован спасателями. В результате пожара повреждено имущество в комнате. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается. Основная версия – нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования. Это все новости на сегодня. Оставайтесь с нами и берегите себя. Я Руслан Габрилев. Благодарю за внимание. До свидания. В Беларуси по мини-футболу. Второй эпизод гомельского дерби ВРЗ БЧ, как и первый, начался с двух быстрых голов. Только на этот раз успех праздновали железнодорожники. Но оба раза ситуация развивалась по одному сценарию. Розыгрыш углового, удар, гол. Свои фамилии в протокол игры записали Сергей Малышко и Денис Мазной. Кстати, не в последний раз. Именно эти игроки стали творцами победы БЧ. Стандарты имеют большое значение. Если в первой игре соперник нас наказал, то в этой игре мы уже более-менее наладили этот компонент. До перерыва команды обменялись голевыми атаками. Дмитрий Лось, удачно сыграв в отборе и отдав пас Артему Золотухину, создал голевой момент и сократил отставание вагона строителей. Сергей Малышко восстановил преимущество в два мяча. Кстати, ассистировал ему Денис Мазной. Второй тайм для ВРЗ начался хуже не придумаешь. Розыгрыш мяча с центра, три передачи, ошибка и 4-1. И это все за 8 секунд. Малышко оформил хит-трик. Дальше больше. Через три минуты Денис Мазной со штрафного забивает второй гол в матче. Вагоностроители бросились вперед. Создали нервозность в оборонительных рядах соперника и быстро отыграли один гол. Отличился Алексей Пинчук. На активность вагоностроителей Дмитрий Камека тут же отреагировал тайм-аутом. Ребята не то чтобы бросили играть, но стали более обеспеченными. Более расхлябанно на мяче. Как будто это товарищеская игра. Поэтому пришлось подкорректировать именно психологический момент перестроения в голове, что еще матч не закончен и нужно продолжать играть в том же духе, как было до этого. Железнодорожники вняли словам тренера и довели матч до победы 5-2. В среду 3 июня состоится третий решающий поединок этого полуфинала. Пропустили в начале игры. Таких игр кто забивает, тот и побеждает первым. Тут практически такие есть. Кто меньше создаст ошибок. Но что мы пропускаем? Мы пропускаем со стандарта, сопускаем с ошибок. Мы подкорректировали игру еще в розыгрышах. С одной стороны где-то упростили ее, с другой стороны моделировали переход от более сложной игры к более простой, для того, чтобы соперник не мог подстроиться. Плюс изменили игру в обороне. И плюс, конечно, попросил ребят добавить самоотверженности в самоотдачу. И за нее очень благодарен, что не все слова превращают действия и добиваются успеха. Третий поединок понадобится для выявления победителей в противостоянии столицы Виттен. Матч в Минске получился очень результативным. Команды забили на двоих 16 голов. Столица победила в овертайме 9-7 и сравняла счет в серии. Мозырская славия в 11-м туре чемпионата Беларуси по футболу высшей лиги на выезде обыграла Бобруйскую Белшину. В 25-й минуте хозяева ввели 2-0. Отличились Михаил Башилов и Владислав Солонович. На 33-й Юрий Недашковский откликнулся на навес партнера по команде и сократил отставание Мозырян. Сравняя цифры на табло, коллектив Михаила Мартиновича смог ближе к концовке матча. Мяч после прострела Максима Слюсара в свои ворота срезал Леонид Ковель. Победу гостям на заключительной минуте основного времени принес Франсис Нарх. 3-2 победа Славии, которая перемещается на 8-е место в турнирной таблице. Хоккейный клуб «Металлург» обрел главного тренера. У руля жлобинского коллектива вновь встал Анатолий Степанищев. В минувшем сезоне украинский специалист уже возглавлял главную команду Столиваров. Однако вскоре занял место ассистента Эдуарда Валиулина. На этом пока все. С новостями спорта ознакомил Максим Савин. Оставайтесь на Беларусь4. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова